МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добро пожаловать на Рассвет Пробуждения. Я ваш ведущий Гермес Фалькао-младший. Итак, я рад снова быть вместе с вами и продолжать проповедь о пришествии Господа. Это послание я совсем недавно проповедовал в Церкви Вера и Дела в штате Вирджиния. Я более чем уверен, что вас очень сильно благословит это продолжение. И я считаю, что в Церкви нужно выйти на новый уровень ожидания пришествия Господа. Нам нужно читать Писание и готовиться к пришествию Иисуса. Пусть эта проповедь благословит вас. А в конце я буду молиться за людей. Если вы ожидаете прикосновения небес, то сегодня ваш день. Оставайтесь с нами до конца. Смотрите внимательно, конспектируйте и принимайте от Духа Святого. В этом основная цель программы. Итак, давайте сейчас перейдем к проповеди. Я буду говорить, а вы, пожалуйста, записывайте и конспектируйте все. Я считаю, что этот человек уже есть в мире. Я не говорю, что он откроется завтра, но я считаю, что он живет уже сейчас. И Библия говорит, что кто-то просто сдерживает его сейчас. Знаете, во что я верю? Я верю, что сдерживает его тело Христа, Церковь, потому что Дух Святой все еще будет здесь во время Великой Скорби, и люди все еще будут спасаться. Поэтому я считаю, что Церковь это сдерживающая сила. Аминь. Аминь. Библия говорит, если вы прочтете книгу Откровения, то увидите, что в мире будет одно мировое правительство. Одно мировое. Или всемирное правительство. Это будет невидимое доселе диктатура. Полный контроль. Тотальный контроль. И этот Дух уже действует на земле. Планы глобалистов напрямую связаны с этим Духом. У стран больше не будет их суверенитета. они не смогут сами принимать решения, потому что будет глобализация. Одно мировое правительство. Одна религия. Одна валюта. И все сейчас двигается в этом направлении. Но я говорю вам, что Иисус возвращается. И церковь не должна полагаться на этот мир. Наше упование должно быть в Слове Божьем. Сейчас наши отношения с Богом должны быть лучше, чем когда-либо в истории. Я вам гарантирую, церковь начнет сиять ярче. Освящайтесь. Отделяйтесь. Славьте Бога. Поклоняйтесь. Обращайтесь к Духу Святому. И поймите, в какое время мы живем. Готовьтесь. Приведите вашу жизнь в порядок. Подготовьте вашу семью. Не играйте с грехом. Не играйте с миром. Весь мир сейчас закрыт. Сфера развлечений, спорт, искусство, все это закрыто. И Бог говорит, «Ищите меня». «Ищите меня». «Ищите меня». «Ищите моего лица». «Потому что мой сын возвращается». «И вам лучше быть готовым к этому». Сбываются библейские пророчества. Они сбываются прямо у нас на глазах. Сценарий уже написан. «Ищите меня». Что вы будете делать? Вы спросите «Пастор Гермис, а как мне подготовиться?» Номер один. Проверьте свои отношения с Иисусом. Если вы не уверены в том, какие у вас отношения с Богом, то я хочу помолиться за вашу жизнь. Номер два. Если вы уже примирились с Господом, проверьте, освещаете ли вы свою жизнь? Вы освещаетесь? Я считаю, что этот период скоро закончится. Я думаю, что все это... Но когда мы, как церковь, вернемся к обычной жизни, мы просто забудем об этом. «О, все уже хорошо». Поэтому я буду жить так, как я жил всегда. Или же мы станем внимательными и будем жить иначе. Будем ли мы проповедовать Евангелие, чтобы еще больше людей приняли спасение и были спасены. Я также хочу помолиться за тех, кто болен. На этой неделе, вернее, на прошлой неделе, мы помолились в прямом эфире на Фейсбуке. Если вы еще не лайкнули нашу страницу, то найдите нас и сделайте это. Аминь. Мы молились за одного человека. Это была женщина с множеством симптомов коронавируса. У нее была высокая температура, кашель и физическая слабость. Как только она подключилась к нашей трансляции и начала принимать молитву, она ощутила, как сила Божья, сошла на ее тело. Горячка ушла. Все симптомы исчезли. И внезапно она почувствовала себя хорошо. На следующее утро она проснулась в прекрасном самочувствии. Другие люди тоже были исцелены. И я хочу помолиться за то, чтобы в это время ваша жизнь была готова к возвращению Господа. Сценарий возвращения Господа встречается повсюду. В Писании Он возвращается за невестой чистой, святой и непорочной невестой. Никакого ботокса. Но при этом никаких изъянов. Аминь. Послание к Ефесянам. Пятая глава, 25-й и 22-й и 27-й стих. Павел говорит о браке. Но он сравнивает брак с отношениями между Иисусом и Его Церковью. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее. чтобы осветить ее очистив водой посредством Слова. Тут сказано, что Христос омоет Церковь, омоет ее. Как? Водой Слова. Вы хотите быть освящены? Хотите быть омыты? Тогда ознакомьтесь с этим Словом. Пусть это Слово войдет в вас. В это время не смотрите только Нетфликс и кино. Не ешьте только сладости и попкорн и толстейте. Нет, не нужно толстеть. Читайте Слово. Смотрите проповеди, которые строят вашу веру. 26 стих, вернее, 27, чтобы представить ее себе славную Церковью. славной Церковью. Неслабой, депрессивной и напуганной. Иисус придет за славной Церковью. Скажу это еще раз. Иисус придет за славной славной Церковью. славной Церковью. По всему поднимется славная Церковь. Полная Святого Духа славная Церковь. Некоторые люди говорят, что люди начнут отходить от веры. Но в то же самое время начнет подниматься славная Церковь. потому что Библия говорит, что Он идет, чтобы представить себе славную Церковь. Славная Церковь. не имеющая пятна, не имеющая макула и ненруга или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Ух ты! Славная Церковь. Без пятна. Без порока. Святая. Святая. Святая Церковь. Славная Церковь. Это Святая Церковь. Говорю вам, Иисус возвращается за Святой Церковью. А те, кто лишь играет в Церковь, ожидают ужасный день. когда Иисус вернет. Они будут застегнуты. Врасплох и будут говорить. Но я же не знал, что все будет именно так. Если вы следите за нашим служением, то вы знаете об этом. Тот день не застанет вас врасплох. Вы знаете, какое Евангелие мы проповедуем. Вы знаете, какое Слово мы проповедуем. Вам нужно быть готовыми. Святая Церковь. Славная Церковь. Церковь, то иногда я слышал в Церкви проповеди о возвращении Иисуса. И почему-то вся Церковь была в ужасе от этого. О, Боже, Иисус возвращается. Я начинаю рвать на себе волосы. Иисус возвращается. Ура! Приди, Господи! Приди и царствуй! Положи конец всему беззаконию на этой земле и пусть придет твое царство. Маранафа. И приди, Господь Иисус. Славная Церковь не боится возвращения Господа и радуется Ему. Если вы боитесь, то значит, в вашей жизни что-то не в порядке. И вам нужно это исправить. В конце этой программы я дам вам шанс помолиться и пригласить Иисуса очистить ваше сердце, простить ваши грехи и записать ваше имя в книге жизни. Аминь. Аминь. Я верю, что Церковь поднимется в это время. Вы скажете, Гермес, но сейчас все по домам. Так не будет вечно. Это пройдет. Но когда мы вернемся к обычной жизни, будет ли Евангелие лишь дополнением к нашей жизни? Или же мы начнем относиться к нему серьезно? Будто бы оно и есть наша жизнь. Проблема многих людей в том, что для них Иисус это лишь добавка, а не основная пища. Я в депрессии, и мне нужен Иисус. Мне нужно послушать хвалу и поклонение. Я немного подавлен, и мне нужно послушать слово. Сейчас у меня все хорошо, поэтому я могу и не ходить в церковь. Я думаю, что люди без церкви сейчас очень рады. Я думаю, что люди без церкви сейчас очень рады. могут быть глористой церкви, но я вам гарантирую, что церковь поднимется и станет славной церковью, сияющей церковью, святой церковью. Я не раз видел, что люди, которые не относились к святости серьезно, сейчас находятся в ужасном положении. Они оказались в ужасной ситуации. Почему? Почему? Потому что Библия говорит, без святости никто не увидит Господа. Почему я говорю вам об этом? Потому что это напрямую связано с пришествием Иисуса. Бог дал пророчество, чтобы люди могли подготовиться. Пророчества даны не для того, чтобы сказать «классно». Иисус возвращается. Нет, Бог заранее предупреждает нас, чтобы мы были готовы, когда это произойдет. Вы слышали, что я сказал на самом деле, в самом начале. Некоторые лидеры... Давайте я лучше найду эту статью. Подождите немного, пожалуйста. В статье сказано, что некоторые лидеры просят о создании временного всемирного правительства из-за ситуации, возникшей глобальной коронавируса. Из-за коронавируса. Вот оно. Тут сказано, бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывает к созданию всемирного правительства для борьбы с пандемией коронавируса. Думаете, это случайное совпадение? Я не говорю, что это произойдет сейчас. Мы знаем, что иногда некоторым вещам нужно время. Но мы уже видим и слышим, как разные правители говорят. Нам нужно объединиться и создать одно мировое правительство, новый мировой порядок. Новый мировой порядок. Пастор Гермес, а я думал, что это всего лишь теория заговора. да, есть много безумных теорий заговора. И мы не можем верить всему подряд. Но мы должны полагаться на Библию. Библия говорит, что это будет? Да. Да. Поэтому мы знаем, что будет период подготовки. Как говорил в прошлый раз, ничто не происходит внезапно. Для всего нужна подготовка. Есть демонические духи, силы и власти, которые готовят все это вместе с людьми. Они хотят, чтобы появилось всемирное правительство. Аминь? Но мы знаем, что Иисус вернется, и церковь должна быть готова. Не проповедуйте только о пяти способах, как стать счастливым. Вам нужно говорить людям, будьте готовы. Иисус возвращается. Я хочу помолиться за вас прямо сейчас. Во-первых, если у вас нет отношений с Богом, то пришла пора вернуться к Нему. Приготовьте свое сердце. Возможно, вы смотрите меня сейчас и думаете, если бы Иисус вернулся прямо сейчас, я не уверен, что был бы с Ним. Тогда я хочу помолиться за вас. Если вы так думаете, то напишите в комментариях. Мне нужна такая молитва. Кто-то может посмотреть в комментариях? Аллилуйя. Спасибо, Иисус. Я хочу помолиться за вас, а также за церковь. Аминь. Спасибо, Иисус. Спасибо, Господь. Если вы нуждаетесь в такой молитве, просто скажите, мне это нужно. Я хочу вернуться к Иисусу. Аминь. Где бы вы сейчас ни были, закройте свои глаза, положите руку на сердце и повторяйте за мной. Господь Иисус, ты нужен мне. Спасибо за то, что умер на кресте за мои грехи. Спасибо за то, что воскрес из мертвых на третий день. Я исповедую, что ты мой Господь, ты мой Спаситель. Прости меня, очисти меня, запиши мое имя в книгу жизни. Я хочу служить тебе все дни моей жизни во имя Иисуса. Если вы только произнесли эту молитву, то, как сказал Иисус, если кто-то придет ко мне, то я никогда не прогоню его. Я никогда не прогоню его. Иисус, подогоню Иисус, Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»